Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Борис Китов с этим выбором согласился. Перескоков отметил, что по мнению правительства Данилян имеет достаточный опыт работы на руководящих должностях в промышленности, а также в органах госвласти, чтобы эффективно защищать права предпринимателей. Сам Данилян отметил, что первым его шагом в должности бизнесом бутсмена будет создание сети помощников, уполномоченного на местах. Он также намерен способствовать тому, чтобы надзорные органы повернулись лицом к бизнесу и от карательных мер перешли к предупреждающим. Большинством голосов комитет в итоге поддержал предложенную кандидатуру и рекомендовал ее для согласования за ксобранию. Программа Экономика. Уволенным сотрудникам Дороничей найдут работу на заводе по производству готовой еды. Генеральный директор агрофирмы Фанур Магзянов в интервью газете «Бизнес новости» сообщил, что освободившиеся работники состоят в базе вакансий холдинга и активно привлекаются к работе на фабрике кулинарных изделий и полуфабрикатов высокой степени готовности. Она будет запущена в ближайшее время. По словам Магзянова, оптимизация штата агрохолдинга вызвана сложной ситуацией, совершившейся в отечественном свиноводстве после вступления России в ВТО. Оптимизационная программа Дороничей предусматривает модернизацию и автоматизацию производства. В первую очередь руководство старается исключить дублирование функций персонала, а также активно занимается повышением производительности труда с увеличением размеров его оплаты, подчеркнул гендиректор агрофирмы. В прошлом году в Кировской области снялось с учета 12 400 индивидуальных предпринимателей. Такие данные приводят региональные отделения Пенсионного фонда России. За прошлый год предприниматели перечислили страховые взносы в размере почти миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом эта сумма возросла почти на полмиллиона. В целом в прошлом году работодатели Кировской области перечислили на обязательное пенсионное страхование жителей региона более 18 миллиардов. Курс валют по данным Центрального банка на 19 марта. Доллар 35 рублей 24 копейки. Евро стоит сегодня 48 рублей 31 копейку. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.